Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые дамы и господа, коротко проинформируем вас о результатах нашей сегодняшней работы. Переговоры с президентом Беларуси, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами. Я уже не раз говорил, и сегодня хочу ещё раз повторить, Беларусь для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга. Тесные дружеские узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством. Республика – наш главный торгово-экономический партнёр на пространстве СНГ. И по результатам 2020 года третий среди всех наших партнёров в мире. В текущем году товарооборот вернулся на траекторию роста и уже превысил допандемийный уровень. В январе-июле составило 17,8 миллиарда долларов, плюс 34,9 процента, ну почти 35 процентов роста. На Россию приходится почти 50 процентов всей внешней торговли Белоруссии. При этом наша страна лидирует и по объёму инвестиций в белорусскую экономику. Поэтому не случайно, что в ходе сегодняшних переговоров акцент был сделан на торгово-инвестиционные составляющие российско-белорусских отношений и на вопросах, связанных с интеграцией в рамках союзного государства. Как вы знаете, правительствами двух стран на протяжении нескольких лет, вот мы сегодня посчитали, мы активизировали эту работу где-то года три-четыре назад, на протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. И речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года. Мы договорились с Александром Георгиевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более или менее дату точную. Буквально в двух словах позвольте рассказать о сути содержания этих программ. Ряд из них направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства двух наших стран. В частности, предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрение интегрированной системы администрирования косвенных налогов в рамках союзного государства. Цель, чтобы была видна структура цены товара. Также определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, осуществление валютного регулирования, интеграции национальных платёжных систем и создания общего платёжного пространства в рамках союзного государства. Всё это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм. Достигнуты договорённости и по весьма чувствительным для белорусской страны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединённого рынка газа в рамках союзного государства. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Подчеркну, что в рамках реализации союзных программ будут выработаны и единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. Реализация союзных программ станет серьёзным шагом на пути создания единого экономического пространства между двумя нашими странами, как это и было предусмотрено союзным договором 1999 года. В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул к дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории союзного государства, в том числе путём создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей. Но, что важнее всего, значительную выгоду от интеграции, надеемся, будут ощущать простые граждане двух стран. Россиянам и белорусам будут гарантированы равные права и возможности в экономической и социальной сферах. И самое главное, будут созданы все необходимые условия для реального повышения уровня жизни и благосостояния наших граждан. Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре. В этом контексте большое внимание и значение мы уделили, а значение большое имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают своё военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ. Александр Григорьевич рассказал о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, которая заметно стабилизировалась. В заключение, возвращаясь к основной теме сегодняшних переговоров, отмечу, что развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзного государства было и остаётся безусловным стратегическим приоритетом для двух наших государств. Хотел бы выразить признательность правительствам, министерствам, ведомствам, экспертным командам двух стран, принимавшим участие в разработке и согласовании союзных программ. Благодаря, уважаемые коллеги, сейчас обращаюсь именно к ним, в вашей слаженной, кропотливой работе удалось добиться по-настоящему внушительного результата на интеграционном треке. Исходим из того, что, опять же, обращаясь к моим коллегам из правительств, будете и дальше действовать в таком же духе. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые представители средств массовой информации, Традиционно, протокольно, прежде всего, хочу поблагодарить моего коллегу, президента России, за тот прием, который был оказан сегодня нашей делегацией, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи. Кроме всего прочего, у всех вас сегодня, журналистов, наконец-то появилась возможность услышать из первых уст о результатах встреч. Надо честно признать, мы не очень-то баловали вас этими вот такими встречами после наших длительных переговоров. Начну с самой объемной и, наверное, самой раскрученной темы сегодняшнего разговора. Всех интересует судьба союзных программ. С учетом того, что сказал только что президент России, попробую что-то дополнить. Но хочу перед вами извиниться, что приходится начинать именно с истории этого вопроса. Только что президент сказал, что эта работа началась более трех лет тому назад. И мы действительно реагировали на те замечания, претензии и критику, которые раздавались в России и в Беларуси, что, мол, где союзное государство потеряло некий свой темп. Предметная работа над так называемыми дорожными картами, вы это помните, началась, как я уже сказал, три года с лишним тому назад. Карты, по сути, представляли собой некие интеграционные контуры по отдельным направлениям. То есть дорожные карты указывали схематично тот путь, по которому мы готовы были идти, рассматривая ту или иную тему межгосударственных отношений. То есть начертали какие-то схемы. Каждая же из сегодняшних программ, а программами они стали где-то полтора года назад, когда мы подошли к конкретным договоренностям, мы подумали о том, что, ну, наверное, схем сегодня уже достаточно. Надо бы было конкретные планы реализовывать, чтобы ответить на запросы наших людей. Так вот, каждая из программ – это уже конкретный план мероприятий, согласно которому мы будем двигаться. Правительство проделали колоссальную работу. Мы с Владимиром Владимировичем все принципиальные решения сегодня приняли, которые касались нас. Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, они будут обнародованы, это не секрет, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран – Беларуси и России. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я, как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры. Для всех компаний на рынках Беларуси и России должна быть честная конкуренция. Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко приописаны механизмы развития единого экономического пространства, формирования объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики. Дополнительно отмечу решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан наших стран. Более подробно об этом только что сказал президент России. Но в пору спросить наших критиков в Беларуси, именно в Беларуси, которые очень много и беглые, и живущие в Беларуси, так называемые оппозиционеры, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России, хочу поинтересоваться, и где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку в этих всех разговорах. Наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер. Принципиально важно, что нам удалось достичь взаимопонимания по всем основным направлениям. Наши правительства безотлагательно займутся дошлифовкой некоторых моментов уже завтра в ходе заседания союзного совмина в Минске. Если будут одобрены и согласованы последние штрихи, а мы в этом уверены, готовы утвердить пакет союзных программ, как было здесь сказано президентом России, на заседании Высшего государственного совета. Сегодня постараемся определить дату проведения ВГС. Нас часто, кстати, обвиняют в том, что союзное государство – сугубо политический проект. Нет, это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям. И в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз. Мы же это не скрываем. По многим направлениям, как внешняя политика, оборонная политика, безопасность, мы продвинулись далеко. Подчеркну, жизнь убедительно доказывает, что все, что мы делаем, направлено во благо и конкретные потребности наших людей. Белорусы и россияне не чувствуют себя чужими в обеих странах. Могут свободно передвигаться, получать образование, трудоустраиваться. Это дорогого стоит. Причем люди уверены, что это само собой разумеется, что так было всегда. Это и есть наилучшие доказательства жизнеспособности нашего союза. Я абсолютно убежден, что углубление интеграции, наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный, действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее. В начале наших переговоров президент России сказал очень важную и интересную фразу. Мы выходим из ситуации ошалевшего мира от пандемии, где за этот период объемы производства и многие другие процессы слишком обнулились и упали. Нам надо искать дополнительные стимулы для развития социально-экономической жизни стран. Он об этом сказал, и это очень точно. Мы в этом союзе двух стран ищем эти плюсы для того, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии. Мы также сегодня детально обсудили актуальные международные проблемы. Наши отношения с соседними странами и объединениями. Подробно остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для национальной безопасности союзного государства России и Беларуси. В данном контексте первоочередная важность обеспечения всесторонней безопасности наших стран и ОДКБ в целом. Единую позицию по этому вопросу мы все вместе утвердим в ходе предстоящих мероприятий Душанбе. Даже мы, находясь в центре Европы, далеко от театра так называемого военных действий, ощутили на себя последствия афганского кризиса. Посмотрите, что творится с беженцами на наших границах, как ведет себя прогрессивный Запад, более того, постоянно уже бряция оружием. Естественно, в этих условиях мы затронули тему союзного военного учения «Запад-2021». Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать. И здесь не надо кричать, что мы проводим эти учения. У нас есть армия, у нас есть совместная группировка на западном направлении. Ее надо учить, ее надо обучать военному рамеслу. Мы ничего исключительного не делаем, чего не делают наши соперники и противники. Также рассмотрели конкретные вопросы дальнейшей нормализации транспортного сообщения, кооперации в области микроэлектроники и в строительной сфере. Да, мы уверены, что практику использования наушно-технического производственного потенциала в союзном государстве необходимо расширять. Понятно, что не все узлы в наших отношениях еще развязаны. При таком объеме взаимодействие это нормально, но платформа для дальнейшего движения создана. Благодаря ей мы будем и дальше обеспечивать социальные гарантии поступательно, повышать благосостояние белорусов и россиян. Многим покажется, Владимир Владимирович, что наши переговоры по этим темам, союзные программы слишком растянуты во времени и, может быть, мы чрезвычайно аккуратно, мягко говоря, относимся к этим проблемам. Иначе быть не может, потому что когда-то в середине 90-х, к концу 90-х, и когда мы с вами обменивались институционными грамотами по союзному договору, мы договорились сохранить разноскоростную, разноуровневую интеграцию. Союз Беларуси и России, Евразийский тогда таможенный союз, который создавался по вашей инициативе, и такой настойчивой инициативе, и СНГ. В этих трех уровнях на постсоветском пространстве разные скорости, но мы всегда были впереди. И тогда еще шла речь президенту Ельцине о том, что, ну, может быть, отказаться от союзного государства, союза Беларуси и России, перенести эту площадку в Евразес. Тогда нам мудрости и ума хватило не делать этого. Новый президент России это поддержал, и мы не ошиблись. Мы показываем пример, каким образом надо двигаться в Евразес и в СНГ тем более. То есть мы как бульдозер идем впереди, расчищая дорогу для будущих, мы надеемся, объединений, союзных объединений на постсоветском пространстве. Союз это пример, это тот путь, по которому придется идти тем государствам, которые будут рассчитывать на более тесный союз. Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить. Я недавно сказал, мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. Поэтому не надо бряться старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться, объединиться вопреки желаниям наших народов. Захотели сделать 28 направлений, вычленили и реализовали за три года. Ну, может быть, и много три года, но это миг в истории. Поэтому не надо в этом плане переживать. Мы сделаем все, что в интересах народа. И если нам нужна будет еще более тесная военная, политическая, другое направление, возьмем экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и в России. Самое главное сейчас, мы с Владимиром Владимировичем обсуждали это, мы подписали эти 28 программ. А это концептуальный взгляд на ту или иную проблему. Сейчас надо переворошить массу внутреннего законодательства и наши совместные договоренности, приспособив их или поставив их в ту колею, которую мы определили с президентом России и которую окончательно, как он сказал, утвердим на заседании нашего высшего государственного совета. Спасибо. Спасибо.